Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Татьяна Зайцева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Удобство для спортсменов и автовладельцев. В рамках проекта «Комфортная городская среда» в администрации города представили план реконструкции экологического парка. Овощные гибриды имени Стана 5000. На Магнитогорском металлургическом комбинате побывали известные российские селекционеры. Металлург готовится к решающей части сезона КХЛ. 23 февраля в главной арене «Магнитки» болельщики смогут увидеть сразу два матча. А сейчас о этих и других событиях более подробно. Очередной план реконструкции представлен в рамках проекта «Комфортная городская среда». На сей раз серьезно обновить предлагается экологический парк Магнитогорска. Уточним, экопарк – один из четырех кандидатов на реконструкцию в 2018 году. Выбирать, какой парк или сквер удостоить возрождения, предстоит самим магнитогорцам. Эскизный проект реконструкции снова создали на кафедре архитектуры МГТУ. Площадь экопарка в 37 гектаров планируется разделить на две зоны – культурно-развлекательную и спортивно-досуговую. Что предполагается в спортивной зоне? Реконструкция существующей открытой хоккейной коробки, предусматривая устройство тентовой конструкции, которая позволит всесезонно заниматься хоккеем. Расширение существующей футбольной площадки с натуральным травянистым покрытием и заливкой зимой открытого катка. В рамках реконструкции предполагается создание входной группы с улицы Лисопарковой, благоустройство пешеходных дорожек, обустройство сказочного городка для детей и мангальной зоны для отдыхающих всей семьей. Существующую инфраструктуру, стрелковый тир, прокат спортинвентаря, кафе собираются еще дополнить. Экологический парк даже без реконструкции сегодня одно из самых популярных городских мест отдыха. Круглый год здесь полно спортсменов, а небольшое обновление территории экопарка произошло в 2017 году. Здесь провели масштабную санитарную обрезку молодой поросли. Лес экопарка перестал выглядеть непроходимым. Для любителей катания с горок в экопарке открыли трассу для тюбингов. На радость детям установили скульптуры. Цель реконструкции – сделать парк еще лучше. Вырубка деревьев при воплощении в жизнь дизайн проекта не предполагается. Также в связи с проведением на территории экопарка массовых мероприятий предусматривается расширение и использование существующей автопарковки с установкой шлагбаумов. То есть контроль доступа будет обеспечен на территорию парка. Что касается вместимости парковки, то она предполагается на 200 машин и мест. Реконструкцию экологического парка планируется проводить в несколько этапов. Это значит преображение может занять не один год. Устроят ли это горожан, покажет рейтинговое голосование. Оно состоится 18 марта, в день выборов президента России. А управлению архитектуры осталось представить самый долгожданный эскиз реконструкции – план преображения парка ветеранов. Российский центр избирком уже зарегистрировал свыше 2500 доверенных лиц, кандидатов и партий на выборах президента России, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на минувших заседаниях 2568 доверенных лиц, назначенных 8 кандидатами и 4 политическими партиями – ЛДПР, КПРФ, Яблоком и Партией Роста, сказал Шевченко на заседании комиссии в среду. Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Избирательная кампания в рамках выборов президента России идет конструктивно, спокойно и в соответствии с действующим законодательством. Такую оценку высказал журналистом координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Зеефат Аскеров. Предвыборная кампания идет в конструктивном виде, спокойно в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законом о выборах президента Российской Федерации. Особых нарушений нет на сегодняшний день. Наши наблюдатели побывали в штабах кандидатов в президенты Российской Федерации, говорили с их представителями, выслушивали, какие у них могут быть жалобы и нарекания. Никаких жалоб и нареканий нет, сказал Аксеров. По его словам, группа наблюдателей от Межпарламентской ассоциации СНГ в настоящее время включает 19 человек. Они осуществляют долгосрочное наблюдение за ходом президентских выборов на территории России. К 18 марта группа будет насчитывать около 40 членов, которые будут осуществлять краткосрочный мониторинг выборов. Продолжаем программу. В Магнитогорске побывал известный российский селекционер, директор столичной семеноводческой компании «Семка» Юрий Алексеев. В наш город его пригласил журналист телекомпании ТВН, автор и ведущий программы «Зеленый остров» Александр Сидельников, который также занимается селекционной работой. Понимая, как важно творческому человеку время от времени получать новые впечатления, Александр Иванович пригласил коллег в самое сердце Магнитогорска, на металлургический комбинат. Именно там и состоялась презентация уникальных гибридов томатов, которые впервые будут выращены именно в Магнитогорске. Подробности далее. Казалось бы, какая связь между металлургией и селекцией овощей? Журналист, ученый-селекционер, гуру магнитогорского садоводства Александр Сидельников считает, что она существует. И это не просто связь, а дело государственной важности. Юрий Борисович приезжал к нам в город два года назад, и он рассказал нам, а вы знаете, вот есть такая великолепная идея, вот есть овощи, которые помогают справиться с очень серьезными экологическими проблемами. Вот есть такие томаты, которые содержат очень высокое содержание ликопина, это очень сильный антиоксидант. Так вот, у нас есть эти овощи, давайте привезем их в Магнитогорск, и жители Магнитогорска будут здоровее, они будут выращивать их на садовых участках. Первые пакетики семян уникальных томатов подарены, и делегация направляется в доменный цех. Юрий Алексеев признается, что готовясь к презентации томатов, он думал прежде всего о магнитогорских детях и о пенсионерах, ведь именно их здоровье самое уязвимое. Впрочем, и суровым металлургам будут полезны эти гибриды. Например, розовый куб, который создавался 10 лет. Впервые этот томат будет опробован именно на магнитогорских приусадебных участках. Мы хотели бы, чтобы Магнитогорск получил самые последние селекционные достижения, и вот овощеводы Магнитогорска, они могли пользоваться тем, что сейчас является как бы высшим достижением в области селекции томата. Ну, помимо этого, конечно, мы даем гибриды с очень высокой устойчивостью, что снижает пестицидные нагрузки, потому что когда гибрид, например, 5-6 вирусам устойчив, и понятно, что не надо использовать пестициды, то есть для защиты от грибов, от бактерий и так далее, то, конечно, это очень важно с точки зрения здорового питания, но и еще и вкусовые качества. После посещения доменного цеха гостей ожидала экскурсия на толстолистовой стан «Пять тысяч». Этот уникальный в России агрегат настолько впечатлил ученых-селекционеров, что они захотели создать гибрид овоща и назвать его именем стана. Юрий Алексеев уверяет, что гибрид появится уже в следующем году, и, вкушая плоды этих семян, магнитогорцы непременно почувствуют, что их автор был на стане «Пять тысяч» и восхищался раскаленными металлическими заготовками. Я действительно удивлен, потому что тут прокат листа идет. Когда мне сказали, что вот эта махина делает прокат на 6 мм, то я всегда вспомнил, что 6 мм – это у нас обычно стенка у перца. Для открытого грунта у юбилейного семка 6-мм стенка. После этого стана надо подумать. Стан «Пять тысяч» назвать то ли гибрид перца, то ли гибрид томата. Причем, если перца, то нужно в стенку уходить. Но больше 10 мм мы уже не сделаем. Подобно тому, как развивается магнитогорский металлургический комбинат, развивается и наука. Нельзя отрицать, что с каждым годом условия труда на ММК становятся лучше. Модернизируются литейные дворы, устанавливаются мощные системы аспирации, газоочистки. Людям становится легче производить металл. Так и в селекционной работе создаются гибриды, устойчивые к самым различным вирусам. Последние тоже не дремлют, мутируют, приспосабливаются. Но ученые, как говорится, держат руку на пульсе и даже работают на опережение. И здорово, что плоды этого труда первым делом опробуются на магнитогорской земле металлургами и их семьями. Татьяна Зайцева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН В преддверии Дня защитника Отечества во Дворце культуры металлургов имени Серго Арджоникидзе состоялся праздничный концерт для ветеранов публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат». Борис Александрович Моллер гордится тем, что работал в славнейшем, по его же определению, управлении железнодорожного транспорта Магнитогорского металлургического комбината. И ветеран предприятия не скрывает радости, встречаясь сегодня с бывшими коллегами. Сын погибшего в 1943 году начальника штаба саперного батальона и сам в 60-е годы служил сапером. Защиту Родины считает священным долгом настоящего мужчины. Это первостатейное мужское дело – защита Родины. И нет вот счастья Родины, нет в мире ничего. И вот самое главное, чтобы эта самая Родина своих защитников не забывала. Вот тогда все будет здорово. Каждый из приглашенных в этот день во Дворец культуры отдал десятки лет своей жизни родному предприятию, направляя все силы, знания и умения на достижение главной цели – успешности флагмана металлургической промышленности страны, а значит и повышение обороноспособности Советского Союза, а затем и России. Действительно, наш город, наш комбинат, и мы всегда находились на передовой, да и находимся мы все сейчас на передовой, в поддержании боеготовности нашей страны. Не просто обеспечиваем безопасность нашей Родины, но и постоянно делаем так, чтобы она повышалась, чтобы она была более эффективной. Я вас всех поздравляю с праздником, желаю вам здоровья, хочу пожелать славе русскому оружию, ну и чтобы наш комбинат, как всегда, там занимал самое лучшее место. Спасибо вам за все, что вы сделали. Теперь вы имеете право на достойный, заработанный, справедливый отдых, ну а мы будем делать ваш отдых более комфортным, стараться, чтобы вы себя ощущали согласно вот тех затрат, которые понесли в течение всей жизни. Официальные гости, которым выпала честь поздравить ветеранов градообразующего предприятия с Днем Защитника Отечества, были единодушны в оценке, которую дал виновникам торжества председатель профсоюзного комитета. Вот сегодня в этом зале собрались те, кто ни словом, а делом доказали, что являются настоящими патриотами, настоящими защитниками своей страны. Я желаю вам всем здоровья, благополучия, конечно, мирного неба. Долгих лет жизни пожелали собравшимся и председатели Советов ветеранов города и градообразующего предприятия Александр Андреевич Макаров и Александр Васильевич Титов. Затем грянул праздничный концерт, подготовленный артистами Дворца культуры Металлургов. По его окончании всем ветеранам вручили подарки. Андрей Рыжков, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Депутат городского собрания по 26-му избирательному округу Сергей Король отчитался за минувший год своей деятельности в подшефных микрорайонах. На встречу с народным избранником пришли не только местные активисты, но и просто неравнодушные к будущему своего района жители. На отчете депутата побывал Станислав Юдин. В начале встречи депутат рассказал собравшимся о работе, проделанной в округе за минувший год. Большинство событий коснулось сферы благоустройства. Вечно страдающие от нехватки парковочных мест автолюбители наконец-то обрели карманы для своих транспортных средств у ряда домов по улицам Галлиулина, Советской и Домищиков. В рамках программы «Комфортная городская среда» появилось новое ограждение у придомовых полисадников. К радости детворы в нескольких дворах появились современные игровые комплексы. То, что планировали, мы сделали. То есть мы построили большую многофункциональную спортивную площадку, которую открыли буквально две недели назад, в полном объеме по адресу Советской 195. По просьбе неравнодушных родителей, встретившихся с Сергеем Витальевичем, был заасфальтирован подъезд к детскому саду номер 60. Мы подремонтировали памятник домичку, дважды герою Советского Союза Наумкину. То есть мы отремонтировали, навели там определенный порядок совместно с муниципальными властями, но по нашей просьбе это было сделано. И в принципе мы с домичками договорились, с нашими комбинатовскими, что, наверное, возьмут они шефство над этим объектом и будут продолжать. То есть я горжусь этим объектом, поскольку сам тоже в домином цеху отработал некоторое время. Светлее стало в многоэтажках, вокруг которых был обрезан сухостой, а на территории школ были высажены новые деревья. Детским садам и школам была оказана помощь в вывозе мусора во время субботников. Более пяти лет работает в округе депутата медицинский пункт, так называемой шаговой доступности. Ежемесячно здесь поправляют здоровье почти 600 человек. У нас депутат, он соответствует своей фамилии. Король. Он действительно король. Человек слова. Любит людей, старается. Конечно, может быть, это не все в его силах. Также мне хочется отметить работу помощницы Нины Владимировны. Тоже человек, слово, всегда с заботой, с вниманием, всегда относится. С любым вопросом, и с житейским вопросом, со всеми вопросами к ним можно прийти на прием. Традиционно у команды депутата и праздники для жителей микрорайонов. Кроме того, любой желающий может обратиться в депутатскую приемную за бесплатной юридической консультацией. Монолог депутата плавно перетек в обсуждение накопившихся у жителей проблем. Все, кто не успел задать свой вопрос, могли передать его в письменном виде помощникам депутата. Сергей Король пообещал, что ответы на вопросы будут даны в самое ближайшее время. Старислав Юлин, Георгий Бадаев, Телекомпания ТВИ. О культуре. О семейных ценностях, без неровоучений и избитых истин. Магнитогорский театр «Кукла и актеры Буратино» представил горожанам необычную премьеру. Новый спектакль «Волшебное чаепитие» актеры разыграли за большим обеденным столом, приглашение присесть, за которое получили и зрители. Став гостями забавного семейства троллей, юные и не очень жители нашего города смогли не только поучаствовать в их жизни, но и ощутить тепло и уют этого гостеприимного дома. Автором идеи этого необычного спектакля стал актер Буратино Дмитрий Никифоров. Родилась она совсем не случайно. Какая бы интересная ни была сказка, самые юные зрители не могут долго находиться в роли наблюдателей. Им хочется быть занятыми самим. Пытаясь понять, как сделать первую встречу с театром осмысленной и интересной, Дмитрий, как ему показалось, нашел удивительно простое решение этой проблемы. Идея пришла, понимаете, как бы сказки в семье. То есть, когда родители рассказывают детям сказки, и прямо вот тут же за столом, тихо так, по-семейному, по-домашнему, и дети, они как бы погружаются именно в саму историю. Они не смотрят ее со стороны, а идет такое как бы полное погружение, присутствие в этой истории. Однако осуществить задуманное сразу не удалось. И если бы главный режиссер Буратино Сергей Ягодкин, узнав об этом, не проявил настойчивость, этот удивительный спектакль так и не дошел бы до своего зрителя. Идея спектакля родилась из его дипломного спектакля. Он с студентами выпускал спектакль дипломный, и там был замах. И как бы, я говорю, Дмитрий, ты что же не осуществил-то? Да вот, я забоялся, что они не вытянуты. Я говорю, тогда делаем это с теми, кто вытянут. Мне именно решение понравилось, что другое совершенно подходит к пространству. Мне кажется, что театр должен предлагать зрителям разные варианты диалога. Обустроив в малом зале театра большой обеденный стол, Дмитрий Никифоров сам придумал и сказку. Ее герои рождались из чайников, вас и кружек, прямо на глазах у зрителей, превращаясь в забавное семейство троллей. Привет! Вилли! Не видели? Нет? Значит, я проснулся первый! Они спят всю зиму, все эти там долгие, я не знаю, 100 дней, 100 ночей, а по весне они просыпаются и, значит, у них идет жизнь. Единственное, что у них как бы это все происходит уже, я не знаю, ну, грубо говоря, да, столетиями все одно и то же, одно и то же, одно и то же. А у нас вот сегодня, вот получилось так, что у нас 106-й там или 115-й их там, я не знаю, год существования, что-то изменилось, что-то пошло не так. Как и полагается гостеприимным хозяевам, тролли ни на минуту не оставляли зрителей без внимания. Они рассказывали им разные истории, втягивали свои проказы, не забывая попутно решать собственные дела, а также за столом, под мягким абажуром, угощали всех горячим чаем с печеньем, даря незабываемые ощущения семейного тепла и уюта. Вообще идеальная публика для этого спектакля – это родители с детьми, чтобы сидел там папа, ребенок, мама, и это чай пить, оно же кто на нем собирается? Семья, все-таки дом. Конечно, вот оптимальная история – это семьи в полном составе. Расширить возрастную аудиторию этого спектакля заставил все тут же Сто. Из сцены он неожиданно превратился в главного героя этого спектакля, рассказав вместе с его создателями историю не о волшебстве, как это задумывалось изначально, а о семейных ценностях, без нравоучений и избитых истин. Международный фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана доехал наконец и до Магнитогорска. Напомним, местом его рождения стал Челябинск, где фестиваль начал свою работу ровно три года назад с подачи губернатора области Бориса Дубровского. Доказав, что музыка и юмор очень даже совместимы, Бутман сделал его самым ожидаемым событием у южноуральских меломанов. Решив, что магнитогорцы не должны это пропустить, в виде губернатора региона обратился к известному джазмену с просьбой включить в его концертный график и наш город. Приезд одного из величайших джазовых саксофонистов России всколыхнул магнитку буквально в смысле этого слова. Наверное, впервые магнитогурские музыканты так дружно занимали места не на сцене, а в зрительном зале, наглядно демонстрируя, как любят Бутмана в нашем городе. Любим, конечно же, за искренность, за его творчество, за вот эту атмосферу, которая царится и да на его концертах. Мне кажется, что это событие просто нельзя пропускать. Ну, там мастерство непредсойденное, это раз. Во-вторых, он настолько демократичный в выборе программы, а и вдобавок у него партнеры уникальные. Душа человека проявляется в его музыке, и вот то, как он играет, это видно. Да, играет душой. В «Магнитке» Игорь Михайлович решил сделать завершающий аккорд своего трехдневного фестиваля. Пытаясь выяснить программу этого юмористического вечера, журналисты неожиданно обнаружили, что она неизвестна даже Бутману. Кстати, список произведений известен, да, или нет? Вы даже не знаете, что будет играть. У нас огромный репертуар, мы просто будем думать, что мы будем, где, чего мы будем играть сейчас. Сегодня не поняли, сегодня проиграли столько вещей, наверное, на репетиции. Также Игорь Михайлович признался, что сам поначалу не понял, как совместить юмор и джаз, когда с идеи этого фестиваля к нему пришел его друг. Однако со временем туман рассеялся, вырисовав довольно заманчивые перспективы. Мы ищем таких музыкантов, таких людей, в которых есть юмор, в которых есть немножко ближе они к людям через улыбку, через какое-то дурачественное в какой-то степени, но в то же самое время серьезные музыканты. И это, первый раз мы когда сделали, мы увидели, что это очень интересно, что публике это нравится. Они оценивают и джазо, и мастерство музыкантов, и, конечно, они улыбаются, смеются. Поняв, что приставка юмор даст возможность молодым талантам перестать к себе слишком серьезно относиться, а уже состоявшимся музыкантам раскрепоститься, Бутман начал приглашать на фестиваль самые передовые джазовые коллективы мира. Магнитке, в частности, было представлено зажигательной девичью трею из Канады «Зе Виллос», а также знаменитый квинтет Бутмана, партию фортепьяно в котором исполнил самый виртуозный джазовый импровизатор современности Олег Аккуратов, страдающий с детства слепотой. Стоит отметить, что своей виртуозностью в этот вечер впечатлил не только Олег, но и глубокий скрипотцой звук саксофона Игоря Бутмана. Играя блюзовые, свинговые и джазовые произведения, музыкант внезапно вписывал в их ткань музыкальные фразы из советских фильмов и мультфильмов, развивая затем тему в совершенно неожиданном направлении. Эти импровизации впечатлили не только мастерством, но и подарили ощущение полета и удивительной свободы, заставив зал реветь от восторга. Татьяна Артеменко, Владислав Бусев, телекомпания ТВН. О новостях спорта через несколько секунд. Сборная России впервые с 2006 года вышла в полуфинал Олимпийского хоккейного турнира. Напомним, цвета нашей команды защищает вратарь магнитогорского металлурга Василий Кошечкин и капитан Сергей Мазякин. За путевку в финал россияне поборются с чехами, в составе которых нападающие магнитки Ян Коварш. За ходом этого матча горожане смогут наблюдать в том числе и в арене «Металлург». Тему продолжит наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Магнитогорский «Металлург» во время Олимпийской паузы провел тренировочный сбор в Швейцарии и сыграл четыре матча, три из которых оказались победными. Последней репетицией перед решающей стадией сезона КХЛ станет товарищеский матч с трактором. Он состоится в арене «Металлург» 23 февраля в 15.00. В честь праздника Дня защитника Отечества перед ареной болельщиков будет ждать полевая кухня, а внутри соответствующий антураж. Владельцам сезонных абонементов вход на игру свободный, для всех остальных стоимость билетов 100 рублей. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей работников ПАО ММК, подопечных фонда «Я женщина». В этот же день в Корее состоятся полуфинальные матчи мужского хоккейного турнира. Сборная России начнет игру с чехами в 12.40 по уральскому времени. Магнитогорские болельщики смогут посмотреть эту встречу с трибун на экране «Медиакуба» «Арена Металлург» в высоком разрешении и уникальной атмосфере хоккейного стадиона. Для них, начиная с полудня, будут работать буфеты в фойе Ледового дворца. И практически сразу же по окончании полуфинала начнется игра «Металлурга» с трактором. Не пропустите хоккейный праздник. Добро пожаловать в главную арену «Магнитки». Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. И важная информация из правоохранительных органов. В производстве следственных органов находится уголовное дело по факту совершения на территории Аджиникидзовского района города Магнитогорска ряда преступлений в отношении женщин. В распоряжении правоохранительных органов имеется видеозапись предполагаемого преступника. Органы правопорядка просят жителей города, обладающих сведениями о лице, запечатленном на видеозаписи, сообщить информацию по телефону 24 70 82, 24 25 51, 34 17 72, 29 89 73, 23 58 02, 102. Либо обратиться. И в завершении выпуска информация для автомобилистов. В связи с проведением праздничного мероприятия, посвященного Дню Защитника Отечества, в пятницу 23 февраля с 9 45 до 10 00 будет прекращено движение автотранспорта на участке от дома номер 70 до дома номер 74 по проспекту Ленина. Водители просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Материалы этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdfysyn.ru. О самых заметных событиях уходящей семидневки вам расскажет наш коллега Игорь Гурьянов. Программа «Время местное событие недели» выйдет в эфир в субботу в 16.00 и в воскресенье в 16.40. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 23 февраля. Всего вам доброго и до встречи. По данным Бюро погоды, 23 февраля в городе ожидается ясная погода. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 15 до минус 20 градусов. Днем от 15 до 11 градусов мороза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова